Павел эту квартиру на Чехова 12 купил в 2014-м. Сейчас молодой человек делает здесь ремонт. Однако, несмотря на то, что сургутянин еще не отпраздновал новоселье, у него уже накопилась масса претензий. Во-первых, его не устраивает качество стен. В будущей детской под окном образовалась трещина и лопнул стеклопакет. Но это лишь часть проблем. Машину не поставить, не въехать сюда. Эти провода валяются в округе. У меня детской площадки нет. У самого дети есть. Где-то гулять надо. Благо, напротив старых дворах есть игровые площадки, куда можно будет вывезти погулять. Здесь-то гулять-то нет. Сюда заезжать-то куда? Отсутствие детской площадки – это далеко не все, на что жалуются жители Чехова 12. В списке претензий – неработающий подземный паркинг, холодные полы на третьем этаже. Причина кроется в соседях снизу, а точнее – в их отсутствии. Коммерческие площади, находящиеся на первых двух этажах, пустуют и не отапливаются. Добавляет масла в огонь и позиция представителей управляющей компании. На жалобы коммунальщики никак не реагируют. Прошло больше месяца, ответа официального не получено. Никто с нами собрание не провел. Инициатив от управляющей компании не было. Однако и это не все, что беспокоит людей. Пожалуй, самая серьезная проблема дома заключается в том, что объект до сих пор подключен к электроснабжению по временной схеме. Постоянно моргающие свет и болтающиеся провода стали уже привычной картиной для местных. Мы приглашали инспекторов энергонадзора. Они провели обследование, выписали нам предписание. Там много пунктов было предписание. То есть мы практически все эти пункты выполнили. И сейчас должны в ближайшее время пригласить инспектора на повторную проверку. Если у нас все нормально будет, примут все наши работы и дадут разрешение на ввод в эксплуатацию, то мы переключим на постоянную схему. Коммунальщики обещали решить проблему с электроэнергией в течение двух недель. Вместе с тем остается еще целый ряд вопросов. Например, почему дом вообще был принят, если не завершены все необходимые работы. И как получилось так, что разрешающие документы на ввод в эксплуатацию были подписаны без постоянного электроснабжения. Сегодня ситуация на Чехово-12 стоит на контроле у городских властей. Чиновники обещали в ней разобраться. Мы же будем следить за развитием событий. Светлана Степенькова, Гамзат Магомедов, Сургут Интерновости.